Наверное, можно сказать, повышенной ответственности. Это из-за погоды, из-за мороза и оттанутки машин. Котельные исправно работают. Все дома и заведения стабильно получают тепло. ЖИКами убирается и посыпается придомовой территорией. Посыпочный материал имеется в достаточном количестве. За отчетный период в ЖИКами также были выполнены работы по ремонту подъезда. За отчетный период отремонтировали 5 подъездов. Отремонтировали ЖИК-4, ЖИК-6, ЖИК-7, ЛИРА ОТД и цепилы компании. Также проводились работы по замене трубопроводов холодного водоснабжения 47,5 метров, системы топения 95 метров и стояковка национальной сети. КТП. Я извиняюсь. Водопонижение продолжает работать в режиме круглосуточного дежурства. Дни, когда шел снег, это было с двусторонной, до 23 января. На расчистке было задействовано 15 единственных очистительных деньг. Из них 6 – это КТП и 9 – водопонижения. В ночь с 23 января работало 18 единиц сети, 7 – КТП и 11 – водопонижения. Благодаря работе этих предприятий дороги удалось удержать в водолейком состоянии. Кроме расчистки снега, водопонижение занималось поливом дорог рассылок и подсыпкой противоволюдной смесью. За период 20-26-е из расхода на соляной рассылок 185 метров кубических смеси, посыпочной 60 метров кубических. КТП, кроме расчистки дорог, занималось вывозом мусора с кладбищ города. Так, с кладбища по вывозу мусора вывезло более 200 кубов метров мусора. На сегодняшний день готовность кладбища по вывозу мусора правдиться к 100%, чем также большая заслуга коллектива, который по поводу обслуживания. Дорожное освещение проводило работы по наладке по Рудонью, расчистке площади от снега, валка деревьев в Больше, Сверхловый, Коммунальный. В заключение хочу обратиться ко всем работникам предприятий, руководителям предприятий, потому что получено штормовое предупреждение о понижении температуры до 30 градусов с прорывом ветром и снегом, максимально уделить внимание своей работе.